Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Почему его масштаб оценили в мире, но недооценили в собственной стране? И, наконец, почему всегда так трагична судьба реформатора в России? В нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко. 2 марта Михаилу Горбачеву исполняется 90 лет. Михаил Сергеевич – последний генеральный секретарь ЦК КПСС и единственный президент СССР. Эксполитик является лауреатом Нобелевской премии мира. Человек, который закончил холодную войну, вывел СССР из изоляции, отвел угрозу ядерной войны, вернул из ссылки Сахарова и диссидентов из психбольниц, открыл свободу дискуссии, допустил политический плюрализм и создал пространство свободы. И самое главное – лишил людей страха. Об одном из важных политических решений Горбачева рассуждает сценарист фильма «Горбачев рай» Александр Гельман. Одно из мудрейших решений Горбачева и его команды было решение избирать депутатов, народных депутатов не только по кругам, но и по творческим политическим организациям. То есть профсоюзы могли отдельно, КПСС могла отдельно, творческие организации, союз писателей, композиторов, кинематографистов, Академия наук. И таким образом в главную власть, в съезд народных депутатов, вошли целый ряд демократически настроенных людей. В свое время Горбачев проводил политику перестройки и гласности, пережил попытку госпереворота и стал свидетелем распада Советского Союза. Бывший советский лидер признает за собой и ряд ошибок. По словам Горбачева, заниматься реформированием СССР надо было начинать гораздо раньше. В сегодняшней России немало тех, кто винит Горбачева в крахе СССР. Отношения смешаны, и далеко не все видят масштаб его действий. На Западе же относятся к эксполитику практически повсеместно положительно. Нынешнее противостояние между Западом и Россией сам Михаил Сергеевич оценивает как охлажденную, но все же войну. Как обошлась история с последним и единственным президентом СССР? И каким мир запомнил человека, который создал политический ландшафт 21 века и изменил историю? Обсудим эти вопросы с нашими сегодняшними гостями. Ольга Здравомыслова, исполнительный директор Горбачева фонда, доктор философских наук. Добрый день, Ольга Михайловна. И Павел Кудюкин, политик и историк. Добрый день, Павел Михайлович. Вы знаете, я хочу начать с анекдотой не про Горбачева. Он в свое время был про Рейгана. Такой страшный сон Рейгана был, когда идет 32-й съезд КПСС, и уже абсолютно дряхлый Брежнев, и говорит, слово для отчетного доклада предоставляется коммунисту Рейгану. Рейган идет по проходу и чувствует, что не готов. Вот к вопросу о 32-м съезде КПСС. Слушайте, а ведь если бы, вот я иногда думаю, если бы не Горбачев все это не начал, возможно, что состоялся ли бы 32-й съезд КПСС, и Горбачев на нем бы председательствовал? С моей точки зрения, маловероятно. Все-таки кризис советского общества к середине 80-х годов был уже достаточно очевиден. И даже если представить 32-й съезд КПСС, то это был бы в любом случае съезд только одной из партий, существовавших бы в стране к тому моменту. Но китайский вариант, понимаете? Для китайского варианта было упущено время. Китайский вариант был бы возможен в середине 50-х годов. Может быть, в середине 60-х, но уже с гораздо меньшей вероятностью. Просто совсем другая социальная структура, другое состояние государственного партийного аппарата, который уже начал выходить из подчинения вверху и преследовать свои собственные интересы. К середине 80-х годов китайский вариант был уже совсем исключен, на мой взгляд. Ольга Михайловна, я пытаюсь понять Горбачева в сравнении с другими крупными лидерами. Фактически все в мире лидеры пытаются укрепить собственную власть. У Горбачева было такое? Потому что у меня ощущение, вот сейчас, глядя на это, на все происшедшее с 30-летней перспективы, с 30-летней дистанции, что человек своими руками из-под себя вынул кресло. Да, это очень обычное представление, что он своими руками вынул из-под себя кресло. Но сначала я хотела сказать немножко про то, что начал Павел. Вы знаете, я не совсем с вами согласна. Мне кажется, что вполне мог бы состояться 32-й съезд КПСС, если бы не появился Михаил Сергеевич Горбачев, который начал реформирование, которое он начал. И это был бы не китайский вариант, это был бы советский вариант, но только все более и более мрачный. И нам довольно трудно представить, каким он мог бы быть. Но только он был бы гораздо более мрачным, чем то, что мы пережили те, кто был тогда в ростном состоянии. Но ЦССР мог продлиться еще пару десятилетий. Он мог бы продлиться, но он становился бы все более мрачный, угрожающий страной. Угрожающий прежде всего самой себе. Потому что, конечно, это общество не могло так жить, как оно жило, продолжать так жить, как оно жило при Брешневе, ну и дальше там при Андропове и Черненко. Оно не могло так жить, но оно и не имело внутри себя. Были замечательные люди, правозащитники, диссиденты, которые пытались что-то изменить. Но, разумеется, без вот такого мощного движения сверху, которое начал Михаил Сергеевич, общество никогда не могло бы ничего изменить. И это бы продолжалось. Это бы продолжалось в таких формах все более тоталитарных. Вот вы здесь очень важную ваще сказали, вот этот большой импульс сверху. Павел Михайлович, вот к вам как к историку. А в России всегда все сверху? Ну, не совсем, не всегда. Скажем, было два периода, когда импульс шел скорее снизу. Это первая и вторая русские революции, 5-е, 7-е и 17-е годы. Потому что, да, там роль раскола в верхах тоже была значительна, но импульс к преобразованиям был дан все-таки снизу, как бы массовым движением. Особенно в 5-м году. Ясно, что без всеобщей октябрьской политической стачки никакого манифеста 17-го октября не было бы. Ну, а февраль 17-го, да, были верхушечные заговоры, но, опять-таки, если бы не вышедшие на улицы Петрограда питерские работницы, и поддержанные потом их мужьями и братьями, и детьми, тоже как бы небо вот этого великого сдвига, да, как бы сорвавшегося, в конце концов, мы знаем, в тоталитаризм, но, тем не менее, это вот все-таки именно импульс, прежде всего, снизу идущий. Вот единственное, наверное, два периода. Но перестройка все-таки была исключительно таким верховым изначально явлением. Да, перестройка пошла сверху, и если бы не Михаил Сергеевич, и там некоторые из его соратников, далеко не все, скажем так, из тех, кто его окружал, да, наверное, вот это гниение, по сути дела, Совета Куша могло бы еще продолжаться какое-то время. То, что Михаил Сергеевич проявил инициативу к сдвигам, наверное, сам не до конца представляя, за какую трудно разрешимую задачу он берется, да, наверное, в тот период сдвигов не было бы. Что было бы дальше, бог весть. Вот здесь хорошее, действительно, вы назадли эту тему, верх сверху, движение сверху, движение снизу. А вот если думать о тех сейчас, ну, пытаться, может быть, вы знаете, реконструировать мышление, что сам Михаил Сергеевич по этому поводу думает, какие были ошибки или просчеты? Он что, может быть, не рассчитал те силы, которые он поднимет своей перестройкой? Что он своей политикой вызвал к жизни настолько мощные низовые силы, с которыми ни он уже, ни государство не смогли более совладать? Ну, вы знаете, вот меня всегда удивляет немножко такой вопрос. Потому что, когда начинаются изменения такого масштаба, и когда их начинает инициирует человек, который находится во главе государства, такого государства, которым являлся Советский Союз, суд Павел, действительно, это было тоталитарное государство. Оно, конечно, меняло формы свои несколько, но оно было тоталитарное государство. И с огромной еще такой самодержавной основой. Это особый тоталитаризм. Не того западноевропейского, я имею в виду немецкого типа, который, или там итальянского, или испанского, который мы знаем. Вот когда начинаются такие изменения, когда человек, вставший во главе государства, начинает эти изменения, он никогда не может знать, как оно пойдет. Потому что слишком много здесь неизвестных. Потому что общество само себя не знает. Потому что тоталитаризм – это прежде всего замалчивание, замалчивание правды о самом обществе. Это даже не насилие как таковое только. Это именно замалчивание. Это самый сильный метод тоталитаризма. Вас нет. Вас нет как граждан, вас нет ваших голосов, ничего этого нет. И люди ведь к этому приспосабливаются. И когда человек начинает менять, я имею в виду тот, кто находится во главе, он прежде всего должен, так сказать, разбудить вот это настоящее знание об обществе, чтобы люди сами поняли, где они живут, кто они и куда они хотят идти. И поэтому этот путь всегда внеизведанное. Ну да, как это один из лозунгов, в то время мы не знаем страны, в которой мы живем. С чего начиналось это? Это, как говорят, сказал. Нет, нет, это как приписывают Андропову. А, Андропову, когда, кстати, к нему пришел директор Института социологии, тогда Рябушкин Академик, и стал ему рассказывать про социологию, какие-то результаты, тот сказал, мы не знаем общество, в котором мы живем. Вот так это приписывают. Это так он сам, директор Института социологии, говорил. Вот, поэтому действительно никто не знал. И поэтому кто бы ни оказался на этом месте, он всегда бы столкнулся вот с этим морем неизвестности. Мы не знаем, ничего не знаем, куда, как это пойдет. Но, конечно, общество, и Михаил Сергеевич так считал и считает, что общество хотело перемен. Оно жаждало изменений. Оно только не знало на самом деле, куда, как. Оно не знало. И они, Михаил Сергеевич, разумеется, он был, он же представитель поколения шестидесятников. И это великолепное поколение, это фактически люди русского возрождения, советского возрождения. И для них гуманистический идеал социализма, гуманистический, настоящий идеал Маркса, а не, так сказать, тоталитарный этот образ, конечно, он был для них, так сказать, вот той моделью, ну, можно сказать, моделью, направлением, не моделью, направлением. Очень важная вещь, хотел бы сейчас на ней зафиксироваться. А, Павел Михайлович, что вот действительно это какая-то шестидесятнический романтизм? И вообще, вот скажем, можно ли сравнить это все с пражской весной, 68-м годом? Учитывая особенно его происхождение, то, что я понимаю, что он в МГУ, когда учился, он жил с Даником Линержем, который затем написал замечательную книгу «Холодом веет» от Кремля. Я думаю, что да, очень параллелей с пражской весной, конечно, много. То, что действительно импульс идет сверху, от реформаторской группировки в самой партии. То есть в этом смысле действительно параллель историческая между Александром Дубчиком и Михаилом Сергеевичем Горбачевым просто напрашивается. Возможно, что процесс в СССР шел немножко более плавно и замедленно, не так быстро, как в Чехословакии. Мы помним, что в Чехословакии уже в апреле 68-го года была отменена цензура. У нас этот процесс начался, и то далеко не сразу, только где-то с конца 86-го года. Как бы ослабление сначала цензурных рамок, а потом, в общем-то, и отказ, по сути дела, от них. Впрочем, скажем, для центрального телевидения достаточно жесткая цензура сохранилась, по сути дела, до августа 91-го года. Хотя тоже размылалось. Но общее направление, да, процесс запущенный сверху, но в который постепенно втягивались массы населения с разными своими интересами, с разными представлениями. И тут Михаил Сергеевич мне иногда, напомню, вот такой образ возникает, что он действительно приоткрыл дверь чуть-чуть и не ожидал, что туда ломанутся масса людей. И дверь распахнули. Он думал, что процесс удастся провести более управляемо. Ну, в этом смысле, ну, он тоже человек с естественными ограничениями своего времени и своего положения. Как лидер все-таки Компартии, он, наверное, исходил с того, что процессы должны быть более управляемы, чем они получились. А как если неуправляемые процессы, знаете, ведут к обрушению? Поэтому любой лидер на этом месте будет стараться каким-то образом держать это в каких-то рамках. И огромная заслуга Михаила Сергеевича, одна из главных его, так сказать, достижений состоит в том, что он всегда хотел и делал это управлять процессом в правовых рамках. Вот идея правового государства, она была для него ключевой. И он опирался именно на право. И он юрист по образованию. И прекрасно это все понимал. Вот это, мне кажется, одно из главных достижений, когда стало очевидно, что многие процессы выходят из-под контроля, что не были, не рассматривались силовые методы. Потому что одновременно, вот мы опять проводим параллель с Китаем, одновременно был Тянь-Ань-Мэнь. Мы видим, как это вырвалось из-под контроля в Китае, и к чему это все привело, и к нынешнему. Насколько был возможен вообще советский Тянь-Ань-Мэнь? Возможен был, поскольку силовики постоянно толкали в эту сторону. Вот я прекрасно помню мартовский митинг большой 90-го года на Манежной площади. Какой был испуг и как дезинформировали... Это за отмену шестой статьи, да? Да. Я помню, это заменитые фотографии, где там то ли 500 тысяч стоит на вот этой гигантской Манежной площади. Да, но целиком занятой площади еще как бы на соседних улицах. После чего ее, в общем-то, и застроили в 90-е годы, потому что, я думаю, что этот страх прошился вообще в генах Кремля. Очень характерно, как докладывали Горбачеву, тот же КГБ, они собирались штурмовать Кремль. Ну, потому что Игорь Чубайс очень неаккуратно высказал. Нас тут собралось столько, что мы можем штурмовать не только Лубянку, но и Кремль. У них боевики с веревочными лестницами, чтобы забрасывать на кремлевские стены и так далее. То есть, вот, очевидная дезинформация. Ну, то есть, понятно, что я не переоцениваю квалификацию советских габистов, они брали скорее часом, чем умением. Но тут-то, я думаю, что было понимание, что это просто введение в заблуждение, чтобы запугать, чтобы получить карт-блажные силовые действия. Ну, в общем, да, я думаю, что как бы лично мое, главная благодарность Горбачеву, даже помимо тех изменений, которые, я считаю, в итоге все равно позитивны и для мира, и для нашей страны, это то, что не была пролита большая кровь. А вот такое, скажите, все-таки кровь проливалась, и мы не можем не сказать о том, как Михаил Сергеевич относится к таким эпизодам, как сумгаид, как желтоксан, вот это вот алматинские события, как Тбилиси, как Вильнюс телецентр, Вильнюсский телецентр. Что для него вот эти вещи означают? Михаил Сергеевич всегда говорит, его такая фраза, это вот просто я цитирую в разговорах и в интервью, что главное для него было без крови, без насилия. Это его кредо вообще. Надо сказать, что в этом его огромное отличие от всех русских властителей, включая царей и генсеков. И поэтому я думаю, что ни в каком случае китайский вариант подавления был невозможен при нем, только если бы его тогда сместили. Вот я думаю, что если бы его тогда сместили, вот когда был митинг, скажем, и силовики там какие-то, я не знаю, взяли бы власть, вот тогда, может быть, была бы и кровь, и было бы именно так, как было в Китае. Ну, собственно, тяня Аньмэни попытались сделать уже против него, это, так сказать, попытка советского тяня Аньмэни была в году 91-го. Поэтому в его варианте, это при наличии его власти, вот когда он руководил этим всем, это было невозможно. Да, теперь, значит, про эти эпизоды, которые тоже всегда вспоминают, и я вот, я сама это помню, была, так сказать, тоже среди интеллигенции, которая, в смысле, я, я честно могу вам сказать, что даже в те годы, я совершенно не зная, разумеется, Михаила Сергеевича, не работая просто в Академии наук, я всегда ему невероятно его поддерживала, сочувствовала, всегда за него голосовала и так далее. И поэтому даже вот эти вот эпизоды, которые ему обычно ставят в вину, вот я так вот рассматриваю, как, кстати говоря, и он опишет это в своих воспоминаниях, понимаете, конечно, это были вот эти, прежде всего, взрывы национальных конфликтов. Вот это были неуправляемые процессы. Вот этого не ожидал никто. Хотя это было действительно недооценено, и, вероятно, и, конечно, и Горбачевым было недооценено, потому что та степень напряжения, которая существовала между республиками и центром, и внутри республик, это как бы было, но это как бы никто на это не обращал внимания. Поэтому эти взрывы, они были, и они были очень мощные. И, конечно, там были разные силы и были столкновения. И да, там проливалась кровь, и это ужасно. Но это не было, так сказать, со стороны Горбачева, как решение этого вопроса. Ведь это всегда происходило, вот, например, в Губилиси. Его не было в этот момент в стране. А, значит, например... У МОТА тоже, мне кажется, это не Горбачевские решения, это на местах принималось. Совершенно. А Вильнюс, это вообще, я думаю, до конца не изученный вариант, в смысле, исторически не изученный эпизод. Программа «Археология». Продолжаем честного 90-летия Михаила Сергеевича Горбачева. Кем он войдет в историю, что, каков масштаб сделанного им и почему это так оценено в мире и так недооценено в самой России. Рассуждает Татьяна Ворожейкина, политолог, преподаватель Свободного университета, в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко. Я думаю, что на самом деле, и это становится чем дальше, тем более очевидно для меня, во всяком случае, что именно Горбачев, как политический деятель, как лидер, в значительной мере олицетворял попытку разрыва с траектории предшествующего развития, разрыва вот с той колеей исторической, в которой Россия существует уже 500 с лишним лет, я имею в виду прежде всего силу насилия, как важнейший фактор разрешения всех политических и не только политических конфликтов, как сосредоточение всей власти в одних руках или в руках одних структур. И в этом смысле именно Горбачев, на мой взгляд, символизировал вот эту попытку разрыва, выхода за пределы исторической колеи. Другое дело, что это не получилось, а что, как я уже сказала, события вышли из-под контроля. Но он был человеком, который в любой ситуации пытался искать компромисс. Для Ельцина было характерно стремление решать, в общем, сложнейшие политические, экономические, национальные проблемы, разрубая Гордиев узел, он не был сторонником компромисса. И, конечно, он воспринимал свои отношения с Горбачевым как открытое соперничество. Горбачев, конечно, тоже вначале не оценил самостоятельный потенциал Ельцина. Он думал, что его удастся удержать в рамках вот того коллективного руководства, которое Горбачев выстраивал. Этого не получилось. И дальше эти отношения пошли на разрыв. Но я думаю, что вот опять-таки уже на расстоянии трех десятилетий можно сказать, что, конечно, Ельцин в значительной мере вот вписывался в ту российскую традицию. И события 91-го и 93-го года они это показали. Традиция разрубания Гордиева узла и в экономической сфере, и в политической сфере, и в сфере национальных отношений. Собственно, чеченский конфликт начинается именно с этого. То вот стремление Горбачева к компромиссу, оно не было успешным тогда. Но, тем не менее, мне кажется, что именно с этим была связана возможность действительно преодоления вот того проклятия российского, хождения все время под одному и тому же кругу. Татьяна Ворожейкина, сюжете Антона Сергеенко. Вот я хотел бы вернуться к этой теме, то, что Горбачев выламывается из вот этой русской авторитарной традиции. Действительно, практически единственный человек, который пытался вот... Его, может быть, да, поэтому, так сказать, увидела другим более европейским человеком Маргарет Тэтчер и другие западные лидеры, что он постоянно пытался найти какой-то компромисс и общий знаменатель. Может быть, в конце концов, это ему стоило, так сказать, его поста, его карьеры. Но это удивительное совершенно выламывание из русской традиции. Но, может быть, его поэтому-то, посмелюсь предположить, и в России не оценили люди. Потому что у нас привыкли к царю. Нам нужен царь Борис, нам нужен царь Владимир, который... Ну, не нам, я хочу сказать, да, а вообще, в принципе, архетипу. Потому что Горбачев, по сути своему, он абсолютно выламывался из вот этого русского архетипа. Павел Михайлович, как вы считаете? Нет, ну, Михаил Сергеевич действительно совершенно не монархический человек. На самом деле, конечно, вот в этом стремлении найти какой-то компромисс, согласие максимально широкого круга, были и свои слабости в ситуации, когда общество раскалывалось, и его части как бы расползались в разные стороны. Ну, тут было просто очень трудно искать компромисс. Но Горбачев, да, действительно, он... Вот характерного черта, по моим наблюдениям, Горбачев человек, который постоянно учился. Он иногда опережал ситуацию, иногда отставал от ситуации, но он постоянно пытался понять, вот опять-таки, не заранее придуманной какой-то схемой, вот давайте вот продавим. Нет, он в этом отношении очень человечен. В этом, наверное, для руководителя есть, может быть, и слабости, но он постоянно пытался понять. Не просто вот, как бы, делать так и всё. Нет, он понимает, а что происходит-то? А как на это среагировать? Вот этот путь проб и ошибок, который неизбежно, другого не было в той ситуации. Вот, и надо отметить, что это к чести Михаила Сергеевича, что он шёл этим путём, а не просто пытался продавить... В отличие от Ельцина, то, что Таня Ворожейкина говорила, да, Ельцин пытался, наоборот, довести ситуацию до предела и разрубить. Это обострить до предела. Горбачёв старался не доводить до обострения. Ну, Ельцин, да, у него и прозвище было «Бульдозер». Да. Собственно, он как бы проламывал свою линию, проламывал сопротивление. Хорошо, а Горбачёв, он сильный лидер был по отношению, скажем, к партийному аппарату, к 20-миллионной номенклатуре. Вот я вспоминаю, Лех Валенца в своё время говорил, что нам повезло, что мы, так сказать, начали поднимать солидарность в тот момент. Ну, собственно, солидарность раньше начиналась, но, так сказать, началось сильное движение вторая половина 80-х в Польше, когда в России был Горбачёв. То есть, что он, так сказать, позволил нам всё это сделать. Можно ли сказать, что Горбачёв был сильный или слабый лидер? Я думаю, безусловно, он сильный лидер, и он исключительно сильная личность, наделённая интеллектом, волей и мужеством, и человечностью. И вот это сочетание как раз чрезвычайно редкое, я думаю, для личности вообще, и для лидера вообще крайне редко тоже, и особенно редко. Вот, поэтому он, безусловно, сильный лидер. И, кстати, я вот просто помню какие-то, что-то это писал Ельцин сам, на вопрос, начало бы он вот эти всё изменения, если бы он оказался в тот момент, вот не Горбачёв, а он, да, он сказал, что нет. Нет. Потому что для этого нужно было вот сочетание этих свойств, которые у Ельцина были незаурядные совершенно качества, безусловно, лидерские. Но вот не такое это было сочетание, это совсем другого типа лидер. А вот Михаил Сергеевич, да, его уникальность именно в этом, и уникальность не только для России, а просто и для мира как лидера. И, тем не менее, вот он всегда оставался в этом смысле верен себе. И именно потому, что было вот такое уникальное сочетание, люди, привыкшие к тому, что лидер – это вот такое что-то действительно, сказал, и все встали, да, подружили. Вот, или там замолчали. Они, конечно, думали, что это, и часто воспринимали это, может быть, слабостью. Хотя он владел ситуацией великолепно, как он управлял этими съездами, как он управлял, на самом деле, номенклатурой, менял эти кадры. Это он вообще очень мучным аппаратным игроком. Нет, я бы сказал, как он 20 миллионов человек вот эти вот развернул. Да, и он все это мог делать. И когда, вот я вспоминала, это уже замечательно, Франсуаза Саган сказала, что Макеавелли соединился в нем с Дон Кихотом, она уловила очень важный момент. Только Макеавелли в таком гуманистическом смысле этого слова, каким он действительно был. В смысле политики, так сказать, тонкостью и тонкостью политики. По настоящей политике, умеющей действительно, владеющей политической игрой, владеющей методами управления этой ситуацией. И одновременно человек с идеалами и действительно с моральными ценностями, которыми политика не может быть абсолютно, так сказать, моральной. Но если лидер не руководствуется этими ценностями, то, извините, вот это уже, ну, мы знаем таких лидеров. Вообще-то, как подумаешь, это сейчас нам кажется с точки зрения, ну, и тогда я себя вспоминаю и в 80-е, и в начале 90-х, с точки зрения максимализма и того, чего хотелось бы, казалось, что вот, так сказать, не успевает. Но сейчас, я думаю, действительно, через партапарат, через номенклатуру, через военно-промышленный комплекс продавить разоружение, сделку с Рейганом, продавить возвращение Сахарова, там, не знаю, отмену шестой статьи Конституции, руководящей, направляющей роли КПСС. То есть вот эти вот огромные, так сказать, вбросы, которые были, это то, что провести это через номенклатуру и утвердить съездами, это какой-то совершенно фантастический уровень политического контроля должен осуществляться. Ну, конечно, все-таки тогда была система, они вынуждены были и слушать. Для них лидер это было очень важно. Но он не был, это все-таки Равчарова было коллегиальное руководство, он не был диктатором, он не мог просто проводить свое решение. Как, я не знаю, может быть, какие-то даже китайские, как, скажем, Дэн Сяопин, ну, хотя там тоже, конечно, коллективное руководство. Но диктаторского, наверное, никогда не было в советской политической культуре. В смысле? В послесталинские времена. Ну, в общем, да, как бы всегда даже первые лица на самом деле сложно маневрировали, иначе, наверное, уже было невозможно. То есть вот такой безраздельного авторитета и авторитарности, которые были у Сталина, после сталинских лидеров не было. И они всегда вынуждены были как-то считаться и с настроениями не только верхушки номенклатуры, но и всей действительно многомиллионной массы. Вот. И при этом нужно дать должное, что Горбачев проявил, я еще раз повторю, себя как очень умелый аппаратный игрок. Как бы играя, в том числе, на противоречиях внутри номенклатуры, как бы где-то убеждая, где-то заставляя, где-то сталкивая лбами разные группы. И добиваясь все-таки своего. Распад Советского Союза, он видит как катастрофу? По-путински, как величайшая геополитическая катастрофа, или все-таки более сложная? Как неизбежность или как что-то, с чего можно было избежать и не удалось удержать? Абсолютно. Только не как неизбежность. Михаил Сергеевич всегда считал и считает, что можно было сохранить Советский Союз, пусть даже сначала в каком-то усеченном варианте, скажем, если бы объединились, подписали этот договор не все республики, а только часть, без Прибалтика. А Прибалтика, может быть, потом бы как-то экономически присоединилась к этому. Кстати, Прибалты делали тогда вот такие вот. Информация такая была, что это возможно. И он считал, что этот процесс должен идти именно таким образом, в рамках права, как подписание союзного договора нового, который предоставляет республикам совершенно новые полномочия, более широкие, и при сохранении вот этого пространства, как единого пространства. Это что-то вроде Европейского Союза. Вот в эту сторону, на самом деле, это движение было. Но элиты стран, республик, это как-то категорически не поняли и вообще этого не хотели, и они просто разорвали эту страну. Поэтому это было именно волевое действие. Оно совершенно не было. Это было дело человеческих рук. Для него это трагедия? Для него это, конечно, политическое поражение. Вот так скажем. Политическое поражение. Потому что он хотел другого. Он вел к другому. Павел Михайлович, вы как считаете, возможно ли было в тех условиях, вот мы говорили о 32-м съезде КПСС, а теперь и в Советском Союзе, возможно ли было сохранить каким-то образом Советский Союз, или это уже как бы паровоз, летевший по рельсу? Несколько вопросов. Что значит сохранить Советский Союз? Сохранить некое единство вот этой достаточно разнородной территории, политическое именно единство. Да, я думаю, было возможно. С определенными потерями, которые, ну скажем, уже в 89-м году, наверное, действительно были неизбежными там с теми же Балтийскими государствами. Второй вопрос. Можно ли было сохранить социально-экономическую систему СССР? Нет. Конечно же, нет. То есть здесь вопрос очень сложный. И действительно в этом отношении, ну, вот мое мнение, что, конечно, Горбачев со своими предложениями со Союзом несколько запаздывал ситуацию. Ну, он сам так считает. Да. Потому что, ну, понятно, когда пошел этот парад суверенитетов, особенно после того, как была принята декларация о государственном суверенитете РСФСР, стало ясно, что в прежнем виде СССР уже не сохраняем. Тут, собственно, выбор был только один. Либо существенно перестраивать всю систему связей между, и горизонтальных между республиками, и республик с центром, и с пониманием, вот, кстати, то, чего, наверное, опять-таки Михаил Сергеевич не вполне было, пониманием, что центр уже не сможет быть самостоятельным игроком. Вот он должен, как бы, переучредиться заново самими участниками вот этого нового союза, там, федерации, конфедерации, сотрудничества. Назваться это могло по-разному. Но, в принципе, да, единство можно было сохранить. И в этом отношении я с Горбачевым согласен, что, да, это не был совсем такой вот непреодолимый процесс. Хотя, как бы, инерция распада, ну, опять-таки, где-то вот с 90-го года начала нарастать довольно стремительно. Программа «Археология». Продолжаем говорить о Михаилу Сергеевичу Горбачеве, которому исполняется 90 лет в эти дни, о том, кем он явился для нашей страны, для всего мира, как оценил мир масштаб его свершений. Просуждает Виталий Манский, режиссер и автор недавно вышедшего фильма «Горбачев. Рай». В сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко. Горбачев – это человек, который всю жизнь шел по партийной лестнице Коммунистической партии Советского Союза и, взойдя на высший партийный пост, по полном одиночестве принял решение и стал его реализовывать по изменению той самой системы, которую он прошел снизу доверху и запустил процесс гласности, перестройки, которые, в общем, и дали шанс, которым воспользовались миллионы и миллионы людей, целые народы, государства. Весь так называемый Восточный блок, после краха Берлинской стены страны, народы получили свободу и живут сейчас принципиально иной жизнью. И Россия, ну, Советский Союз получил этот шанс, но, повторюсь, не все им воспользовались, а кто-то сегодня считает, что этот шанс был предательством интересов, например, России. Время пришло глубинного анализа того утерянного шанса именно потому, что мы так далеко от него отошли, что теперь можем рассматривать это с дистанции. С дистанции, по сути дела, ну, полного возврата к тоталитарному, авторитарному правлению, которое даже контрастирует с последними годами существования Советского Союза до Горбачевской эпохи. И, в общем, находясь вот в этой фазе, куда более аргументировано, что ли, можем ее сравнивать, анализировать, осознавать, ну, или признавать. Потому что многие же считают, что как раз тогда этот Горбачевский поворот был губителен для сильного государства, которое создавало тот самый двуполярный мир, которое создавало вот тот баланс, который якобы сейчас нарушен, и который Путин пытается восстановить. Кажется, находясь в сегодняшнем дне, куда как, ну, что ли, логичнее рассматривать день ушедший. Потому что, скажем, в 96-м году, в 99-м году, даже в 2001 году при молодом Путине я не думаю, что анализ утерянного шанса был бы столь актуален. Режиссер Виталий Манский в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко. Вот что значит художник, да, вот я имею в виду Манского. Вот у него есть образ Горбачев в полном одиночестве. Вот у него и в фильме это тоже. Ну и фильм это, да, собственно, проводит. Да, в полном одиночестве. И вот там тоже в полном одиночестве он изменил страну. Но это абсолютно исторически не так. Но это образ такой. Потому что, конечно, у Михаила Сергеевича была команда реформаторов. Она была, это были люди очень мощные, разные, но без них он ничего бы не сделал. Кого здесь, если, так сказать, основные, ну, кроме Яковлева, очевидно, кого здесь еще надо? Ну, я бы даже сказала Яковлев в меньшей степени. Яковлев это тот, кто был, мы вот чаще всего вспоминаем, вспоминаем в связи с этим, но были помощники, прежде всего, Анатолий Сергеевич Черняев. Черняев. Очень близкий к Михаилу Сергеевичу человек. Близкий, другой, чем он, но очень близкий ему. И понимающий его. Вот, Черняев, Шахназаров, Георгий Хасрович, конечно, Загладин Вадим Валентинович, это вот как помощники. Но среди политиков, ну, так сказать, среди высшей номенклатуры, ну да, Яковлев, Медведев, в Шаварнадзе, в первую очередь, до какой-то, потом там у них были, может быть, какие-то более сложные отношения, но вообще, конечно, Шаварнадзе, да. Вот, я бы его... Говоря о министре странных дел, Громыко сыграл свою роль. Конечно, конечно, конечно. Громыко сыграл свою роль, и Михаил Сергеевич всегда об этом говорил, и Громыко был мудрый человек, и, конечно, он, так сказать... Это вообще, вот, если, так сказать, вернуться до 85-й год, какие силы вывели Горбачева наверх? Павел Михайлович, у вас есть какая-то... Ну, знаете, тут только предположения некоторые. Действительно, я думаю, что значительная часть хозяйственников понимала, что изменения нужны. Ну, просто даже на уровне, скажем, союзных министерств, я тогда работал в социологической службе Миннефтехимпрома СССР, было видно, что люди понимают, что что-то не то происходит, и нужно менять. Какая-то часть экспертного сообщества, опять-таки, если взять академические институты, там, ММО, Институт США и Канады, Институт экономики мировой, социалистической системы... Ну, мы знаем, там, Сибирское отделение Академии наук, конечно, сильно сыграло. Институт экономики и организации промышленного производства, в первую очередь, которые уже до 1985 года постоянно какие-то предложения сбрасывали, что вот нужно менять, нужно менять, нужно менять. Это тоже сыграло свою роль. Возможно, даже какая-то часть военных, которые понимали, что ситуация дошла в тупик, причем тупик очень страшный. Вот с этим противостоянием. Давайте сейчас перекинем мост современности. Уже, так сказать, здесь упоминаем имя Путина Манским. Каково отношение Михаила Сергеевича к тому, что происходит сейчас? И можно ли сказать, что все то, что он сделал, весь тот гигантский, так сказать, проект, предпринятый тогда в середине 80-х, продолженный Ельцином, в итоге так или иначе свернут? Россия вернулась к монархии. Какое вы к этому отношению? Нет, конечно, не так прямолинейно. Ну, я, так сказать, здесь утрирую. Да, я понимаю, да. Но Михаил Сергеевич, во-первых, постоянно дает интервью, регулярно, постоянно, довольно часто. По поводу... Ну, в основном это касается, конечно, внешней политики. И вот того, что касается договоров с Соединенными Штатами и так далее. А если говорить об отношении к нынешнему, к нынешней власти, да, то, конечно, в чем-то Михаил Сергеевич очень резко критикует. И это он тоже об этом говорит. Но вот так однозначно сказать... То есть так, я бы сказала, я ни разу не читала в его интервью и не слышала от него фразы, что вот он считает, что его проект свернут. Ну, я это, конечно, не его, но я, так сказать, это моя оценка. Я не думаю, что он будет это говорить. В конце концов, он все-таки не был, он остается политиком, крупнейшей политической фигуры. И не думаю, что он будет такие вещи говорить публично. Но вот, Павел Михайлович, если вот чисто с исторической точки зрения, аналитически это смотреть, да, посмотреть, что говорить о каких-то больших циклах русской истории. Горбачев начал один цикл. И вот этот цикл сейчас, как бы, он практически закончился. Мы ждем, может быть, нового, новой перестройки. Ну, кстати, я как раз хотел с этого начать. Хотелось бы видеть. Что похоже, что именно вот эти вот разговоры, у кого-то с надеждой, у кого-то со страхом, что вот-вот может начаться перестройка 2.0, это тоже показатель. Действительно, некоторые завершенности цикла, ну, вообще, знаете, в истории бывает довольно много циклов. Ну, может быть, самый известный этот революционный цикл, там, как бы, с подъемом революции, с термидором, с бонапартизмом. Вот в этом смысле развитие России от конца 80-х до 2020-х, да, до 2020-х очень похоже на это. У нас была своя там революция 89-93-го годов, свой термидор с 93-го года, и свой бонапартизм, который мы переживаем. Да, но при этом мы знаем, что и термидор, и бонапартизм закрепляют кое-что из того, что вот было реальным в ходе революции. Сама революция очень часто забегает далеко вперед по сравнению с тем, что объективно возможно. Вот. Так что в этом отношении, конечно, ну, опять вот, вспомню такой образ у Марса душеприказчики революции в отношении Наполеона III и Бисмарка. То есть в этом отношении душеприказчик – это тот, кто вроде бы и хоронит, но и выполняет некоторую часть завещания. То есть в этом отношении, конечно, не пропало. Не пропало, прежде всего, для общества то, что было сделано Горбачевым и при Горбачеве. Потому что общество изменилось радикально. И вот и нынешняя молодежь показывает это, что именно вот... Я бы так сказал, молодежь не столько по возрасту, сколько по духу. Уроки, вы знаете, да, сейчас я, скажите, я просто сейчас думаю, вспоминаю себя, потому что я, в общем-то, тоже я здесь, в этой студии, благодаря Горбачеву. Горбачев сделал меня тем, ком я стал. Благодаря, я думаю, вашим талантам. Нет, вы знаете, я был студентом МГУ, и в тот момент мое формирование, оно в большой степени произошло под влиянием Перестройки и под влиянием Горбачева. И то, что я, так сказать, в первые годы тогда, я очень был увлечен реформацией коммунизма, социализма. Вот, я под влиянием Горбачева, могу здесь это сказать, даже вступил в коммунистическую партию. И затем уже, я, так сказать, из нее вышел, когда все дальше понешлось. Но в целом, вот эти вот у вас выходит книга, я думаю, у Горбачева фонда под названием «Уроки свободы». Вот эти вот уроки свободы и отсутствие страха, это, наверное, самое главное. Потому что я стоял в эти августовские дни у Белого дома и стоял в том числе благодаря Горбачеву. Потому что эти годы научили нас, что можно не бояться. Это удивительно, что он сделал тогда. Вот, и вот может быть это отсутствие страха, оно в нашем поколении осталось. Сейчас это пытаются вытравить. Да, я во многом с вами согласна, но вот я не очень согласна с тем, что говорил Павел. Потому что я полагаю, во-первых, что никакой, как говорят, цикл, который начал Горбачев, он завершен. Он не завершен. Перестройка оборвалась. Она не завершенный проект. Понимаете? Говорить, вот я резко возражаю, обычно я всегда это говорю, против словосочетания «перестройка-2». Не бывает «французской революции-2», «русской революции-2». Это так не работает. Перестройка была, какой она была, и она оборвалась. Но это не завершение проекта. Это его насильственный обрыв, который закончился фактически... Ну, Михаил Сергеевич сам ушел в отставку, безусловно. Но, так сказать, ушел, потому что он не был согласен с тем, что... Прежде всего, с распадом СССР. Но... И вот он и сам об этом все время говорит, что перестройка оборвалась. И вот этот вот... Но вот ее импульс, он в обществе продолжается. И то, что будет потом, и то, что сейчас, например, мы наблюдаем, безусловное пробуждение общества. Безусловно. Но это никакая не «перестройка-2». Это совершенно... Это другой этап. Вот это движение, которое задано перестройкой, оно никуда не исчезло. Оно существует. И на нем оно как бы подпитывает то новое, что возникает сейчас. Вот так. Наверное, последний вопрос, который мы успеем обсудить в этом эфире, Павел Михайлович. Я думаю сейчас вообще о судьбах реформаторов России. Фактически ни один человек в русской истории, который попытался провести реформу, так или иначе, не был признан своей страной в той мере, в которой он этого бы заслуживал. Я думаю и об Александре II, я думаю и о Хрущеве, я думаю о Столыпине и так далее. То есть, как бы... Я понимаю, что, конечно, мы сваливаемся в такие, в извечные такие архетипы и все это, так сказать, карикатуры, что вот стране нужен диктатор, стране нужен Сталин, стране нужен сапог и жесткий кулак, но тем не менее, вот если посмотреть по итогам последних там трехсот лет русской истории... Ну, понимаете, здесь, наверное, нужно различать как бы два уровня реформаторов. Как бы реформаторы первые лица и реформаторы второго уровня. вот эти спиранские, там, отцы великой реформы, вот это вот трагические фигуры, потому что, по сути дела, возможность реализовывать свои планы сильно зависит от воли первого лица. Действительно, как бы, спиранского отправляют в опалу, и вернувшись, как бы, из ссылки, это уже совсем другой спиранский, там, авторы великой реформы тоже, как бы, постепенно оттесняются от дел. Ну, как бы, Столыпина я люблю гораздо меньше, но тоже характерно, что, по сути дела, незадолго до убийства, он, по сути дела, балансировал на грани отставки. И второй уровень, да, это вот первые лица, которые иногда даже вопреки своим убеждениям начинают реформировать. Александр Второй вовсе не был либералом по убеждению. Его, как бы, жизнь заставило проводить реформы. И Хрущев не был, даже в коммунистическом смысле, либералом. Мне кажется, да, здесь даже сделано в убеждениях о том, что люди умеют слышать зов истории. Люди, как бы, вот, их давление в жизни, они почувствовали и, как бы, не стали сопротивляться. И мне кажется, это самое важное вообще в роли лидера. Да, результаты. Да, мы знаем вот это трагическое окончание царствования Александра Второго, когда, да, это отчасти сыграло свою роль. Которая сейчас как раз годовщина будет. Да, сыграло свою роль. Вот это вот стремление все засекретить. Наверное, если бы Исполнительный комитет народной воли знал о плане реализации предложения Ларис Меликова, может быть, и первый марк не был. Я думаю, что это уже тема для другого эфира, тем более, что сейчас годовщина. Ну, а пока что я хочу сказать, уже завершает эфир, что, знаете, при Горбачеве Россия была по-настоящему Советский Союз, по-настоящему сильной страной. Принято считать, что вот, как бы, распалась, что никто не уважал. Я вспоминаю, по-моему, в 89-м году Нью-Йорк Таймс такой полушуточный написали, что представьте, что прилетят инопланетяне и попросят отвезти землян к их лидеру, к кому их отведут. И вот они пишут, что отвели бы, конечно, не Крейгану, отвели бы инопланетян к Горбачеву. И это говорит о той степени влияния, которое имел Горбачев, о которой имел Советский Союз и Россия на все происходящее на планете. И на ту степень свободы, которой мы наслаждались, которая совершенно недостижима сегодня. Как ни парадоксально, Советский Союз времен Горбачева был гораздо более свободной страной, чем то, что мы видим сейчас. И за это надо поблагодарить Михаила Сергеевича и поздравить его с днем рождения. Живите долго, знайте, что потомки оценят ваш масштаб и вашу блестящую попытку реформировать страну и вывести ее в 21 век. Эта задача перед нами еще стоит. Это была программа Археология. У нас в гостях были Ольга Здравомыслова, Павел Кудюкин. Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио Свобода и телеканал Настоящее время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова